доброго времени суток с вами texer last oasis а вот это медленно ползущая это ходу называется саранча ну называется по-тайски там баланка в общем это в общем это саранча ну либо кузнечи кому как нравится крайне хилая машинка она очень медленно крапкается на холмы в принципе поролу то она более-менее разгоняется но вот такая она не торопливая вылезу что собственно в ней есть а нету в ней видите ничего мне можно налить воду в нее при следующем апгрейде можно поставить она может зарабатывать энергию что для ее очень нужно чтобы лазить на горке апгрейды апгрейд только вода и только энергии ничего больше это модуль это не трюм то есть трюма у нее тоже нет но вся фишка этого ходуна в том что это в том что это передвижная база она раскладывается в довольно неплохой домик который по отзывам достаточно тяжело сломать даже на пвп по сути это каменный домик а камень ломать крайне тяжело как бы она не стоит того понятно что это нуб это построил и ничего хорошего но там не найдешь сам кораблик открывается достаточно быстро там стал с лодочного ходуна то есть он моментом открывается и вот видимо на таком корабле изначально у нас будет построена база там есть его продолжение силур 3 лобит типа он еще заморочений то есть у него крыльев нет а поскольку он и не механический и не на педалях здоровый и не на крыльях он ездит на электричестве на батарейке то есть для него нужно фармить энергию без этого он ездить не будет что конечно добавляет он расскажет раскладывается в еще большую базу еще интереснее вот именно на этом мы на пвп видимые будем строить свои базы и кстати уже скоро планет подадимся потому что на пвп нам вот так такие вещи всякие попробовать попробовать поймать червяка ну храба неинтересно храба здесь корабль не дамажишь то есть можешь просто стоять в вот можно идти на пвп собственно сам ходу небольшой как видите он размером с лодочной лодочной он относительно здоровый он кажется вроде так невеликий да он вроде как 2 по счету после светляка кстати вот после нашего набега на местном шайху луда вот у нас тут светляк остался причем так то а у него слаб короткий в землю ушел скрипя там и на подгибающих лапах он доставил остатки того что было на лодочном ходу не разбитым сюда это новая уже построил ну собственно вот саранча и давайте ее разложим не нужно кстати интересно spawn point point у нее но база ну елки но база же о база и вот так такая база все саранча разобралась база собралась это еще не вся база на этой базе на выстроить площадку и вот деревянные части которые ну как бы представляют собой вот тут саранчу видоизменившуюся их надо спрятать потому что гнусные пвпшники придут и будут клевать естественно деревьяху они камень потому что камень крепкий и ломается долго деревьях ломается быстро поэтому это я сейчас закрою камни все ну и наверху построил площадку дальше на будет смотреть какие станки за поставить вообще в сравнении 70 деталей может она может вся принять но 7 деталей это квадраты пола это квадраты стен и так далее поэтому пробуем и Продолжение следует... 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 это будет как он называется силур да, сюда я еще упаковщик не поставил вот чего упаковщик вот этих вот вспомогательных, так сказать машин хотя интересно, база если не упаковать лодку а из лодки ну упаковать лодку в базу а базу превратить в кузнеечка там как вообще с перегрузом то будет а что это вообще ну смотрите, 700 из трех 600 да, сундульки там пока пустые определенно надо сделать сейчас задним ходом да, вот задним ходом тоже неплохо бегает так во-первых давайте поставим его совершенно в другом месте вот тут на берегу да, лапки будут торчать на берегу на слоне будут торчать лапы и тут видите вниз где-то на четверть стены надо закрывать еще на пол стены не очень хорошо да что ж такое-то база строится 19,73 странно ну потому что в самой машине 70 вмещается ладно, пусть ставит я пока посмотрю что нужно в упаковщике упаковщик корабля он называется станция лечения гамак кровать телескоп а не то валкеров других валкеров не то не то а вот small base валкер-пакер large base вот он small base он в строительстве он тут нет фурнитуры нет ходуны телескоп штурвал кровать не то вот она горный воз деревянная опора сейчас пойдем затаримся и тем и тем так выдавилки должно быть просто конечно вот такая вот база как у меня внизу руку бегает горный воз деревянная опора такая база как у меня ее конечно нельзя на пвп использовать в этот деревянный влезут все вообще так пили давай ты беги давай меч взял пошли сейчас сволочь за мной побежит ох ты а я даже это не полечился ушло ушло так понятно что даже так такую базу каменную вроде могут разнести но уже никто попал да я наглодить бегаю оставляю открытым все так ух какой большой это пойдем на улицу смотреть так подряд ли наверх смотреть так оно конечно под потолок да я разберу тогда ее сейчас и попробуем ее куда-то вниз опустить поставил да молодец не поставил снес дерева не хватает энергия валяется а это из этой выпало подберем не страшно так дерево дерево ставим если оно влезает сюда оно что-то не влезает сюда ну тут понятно с этим малость беда и сам противно тут уже ничего не переставишь ну ка вот собственно для этого я сейчас экспериментирую чтобы понимать что как работать будет как будет вставать и так далее вот можно ли вот это накрыть крышей нельзя оно не встает то есть тут надо будет сделать крышу поднятую как бы дерева не хватает это бывает так ох мне не хватит потом потом да мне сейчас не хватит так что у меня тут а у меня тут лишнего особо ничего нет ладно куда что девал не знаю ну тут можно конечно подогнать ходун и приставлять там внутри имеющийся притусовывать там всячески левее правее так поперли так а ты чего не ставишься тут нормально камня не хватит так так давайте отсюда брать туда потом закину всегда Но в целом да, вот так вот, только не пролез. Посмотрите на это, и не выкарабкаешься. Подгоню сейчас машинку, а в нее не упакуешь, в ней стоит мой экзоскелет. Хорошо, можно вот эту упаковать, в эту вернее, там опять руку где-то бежит, собака комнатная. Так. Достал. Так. И попробуем тут подвигать. Потому что я с тросом не могу забираться, когда у меня подключено вот это вот, погрузить постройку. Так. Не могу. Забавно. Он не воспринимает это как постройку. Хорошо. То есть я вот это все закрыть, конечно, могу. Ну вот этот останется тут стоять. То есть надо все это по-другому немножко перетисовать. Хорошо. Я тогда вот это вот то, что у меня есть с соображением безопасности здесь дверь сделанную, я ее уберу без стены. Но как бы оно есть теоретически. Так. Это мы закрываем. Опять не хватает. Камень не хватает. Пошли за камнем. Так они и жили. Бегали за всем, зачем не попали. И да, длинная получается, понимаю. Хм. Хм. Надо было что-то... Ну я может что-то тоже на ускоренном сделаю. Или сделал уже. Так. Тут булыганы. Вон булыганы. Камни надо реально до хрена для этой штуки. То есть надо в какой-то волхоманской местности брать и вот ее строить прям в глуши, чтобы никто не видел. А то в процессе замочит. А потом, когда уже будет вся эта машинка, она просто будет разворачиваться и все разворачивается достаточно быстро. А еще мне обещали видео, где чувак, который строил вот такую штуку, прям он ее очень хорошо построил. Так, ну вот эту надо тогда на два делать. Это будет еще раз, два, три, четыре. На два делать и ставить туда еще вот эту вот. Тогда будет прям хорошо. Допрыгался. Ну вот. Не, ну так не порядок, надо должен быть тамбур обязательно. Ну хорошо. Пойду запакую валкер. Не знаю, как далеко меня отпустят. У нее некий радиус-то есть. Туфар. Я подъеду поближе. Что туфар-то? Понял. Реально туфар. Поехали. Давайте поближе подъедем. Да блин, светлячка не трогай, разогнался. Вот. В принципе, поползень у меня сейчас достаточно так загружен. Посмотрим, как он упакуется в базу, как все это упакуется потом в саранчу. Не быстро тоже. Для чего это нужно? Для того, чтобы упаковаться в базу и одним кораблем переехать в новый оазис на новое место и так далее. В оазис проблем с кораблями нету. За карту вышло и все. Так, а что сюда залез? Все, закрыто. А, ну да, наверх еще эту штуку. И посмотри, как это по весу будет. Сейчас скажу, что я что-то не смог поставить, да? Ткань кочевника. Сейчас ткань кочевника возьму. Нету. 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 что-то скрыть. Поэтому лучше в таком биоме базу ставить. Тут горный воск его можно добывать. Так. Я не понял. У меня ткань кочевника в кармане было. Ткань кочевника. Я не взял. Я не взял. Я не взял. Я не взял. 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 Я оставил там горный воск. Он бы в третий раз пошел за елочкой. Ну я оставил, чтобы покрафчить потом, но... Ну, условно говоря, вот так. Все. Вот оно. Хоп. Теперь это надо запаковать. Да. Можно это палки сработать. Есть. Ну, смотрите, нормально. Упаковывается один ходун в другие. Другой ходун. Вместе с базой причем. Слез их синих, по-моему, не было до того, как я базу начал в него упаковывать. Это только когда появилась база, которая в него прячут, она появилась тоже синяя штука. Она была без него, по-моему. Ну вот. В идеале там упаковщиков на самом деле должно быть два. Для паука и для лодочного ходуна. 76. 51, 76 точно. Она не 70 может делать? Странно. Да. Было только что 73 до этого. С перегрузом, наверное, да? Будет. Сейчас посмотрим. Просел. Ох ты ж. Да. Он с перегрузом. Это его придавило так. Ну, желтый перегруз, он, в принципе, может ходить, но, сами понимаете, люлей получит. Вот он идет на подъем. Это неправильно. Так. Что у нас тут по апгрейдам? Он еще не апгрейден. Волокна, шкуру, рупу, это вода. А он на груз не апгрейдится. То есть вот так вот это офигенный перегруз. И лодочного ходуна ему лучше на себе не таскать. Значит, там будет паук. То есть вот в этом, в грузовом отсеке, значит, будет паук. Ну, с другой стороны, не конечный еще вариант базы. Я еще, возможно, что-то буду делать, что-то придумывать. Но с таким перегрузом жить нельзя. То есть груженый лодочный ходун для него это перебор. То есть там будет на базе жить, значит, паук. А в целом вот примерно такая база будет. Ну что ж, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.